Всем привет! Угадает все у меня в этой коробке, а здесь книжные новиночки. Итак, посмотрим, заглянем, что же тут интересно, тут уже стики, фэнтези и книжки по психологии. Очень-очень интересно. Спишите к нам в библиотеку за новиночками, а сейчас мы вам расскажем подробнее о книжках по психологии. Сейчас они очень востребованы. Считается, что знание психологии помогает человеку лучше познать себя и окружающих, стать успешнее и увереннее в себе. Ведь главный человек в вашей жизни – это вы сами. Но насколько хорошо мы себя знаем, понимаем ли мотивы своих поступков, осознаем ли свои истинные желания? В изучении внутреннего мира как своего, так и окружающих людей не обойтись без литературы по психологии. Хорошая книга – это информационный фундамент для будущего, осознание текущего момента и принятия ситуации из прошлого. Предлагаем обзор книг, которые будут полезны каждому человеку, желающему разобраться с собственной жизнью и найти свое место в мире и в обществе. Как понять себя, свои слабые и сильные стороны? Как жить в ладу самим собой? Надеемся, что ответить на эти и другие, не менее волнующие каждого человека вопросы, поможет книга Бетты Вестера и Наоми Тимон «Я бы так никогда не сделал». Эта книга о самом интересном объекте для изучения – о нас самих. о том, что мы видим, как помним, как нас вводят в заблуждение фокусники, о том, как работает реклама, как на нас влияет мнение не только близких, но и совсем незнакомых людей. С помощью примеров, тестов, с которых, кстати, начинается каждая глава и игр театра импровизаций, вы с друзьями сможете проверить, как все это работает на практике. И если ты хочешь испытать на себе, что значит приспосабливаться, можно сыграть в игру под названием «Лифт». А чтобы почувствовать, что значит не приспосабливаться к другим людям, сыграй в изображении эмоций. Это игры для целой компании, в них можно играть на вечеринке в лагере или классе. В основном они учат выступать на сцене, но с их помощью можно научиться быть собой, не бояться ошибок и по-настоящему слушать и слышать друг друга. Авторы книги призывают читателей «Думай самостоятельно». И почти как родители говорят «Живи своим умом, не делай, как Вася, Петя, Маша или кто-то либо еще». А если вы в процессе чтения будете задаваться вопросами, то с чего они это взяли? А на себе они эти тесты проверяли? Откуда они все это знают, ведь они даже не психологи? То считайте, что авторы достигли своей цели. Ну а если вы хотите получить психологические знания легким, веселым и несложным способом, например, с помощью забавных комиксов, то вам придется по душе книга Дана Катца «Ящерица в моей голове». У кого-то в голове внутренний критик, у кого-то внутренний котик, а у кого-то ящерица. Вот такой образ придумал шведский психолог и психотерапевт Дан Катц. Он понял, что с помощью ярких образов и забавных картинок у него получается легко и доступно объяснить пациентам суть волнующих их проблем и помочь разобраться в себе. Так что, если вас что-то тревожит, вы закопались в глубинах своего «Я» и вам не дает покоя ваша ящерица, срочно читайте эту книгу. Она не только рассмешит и поднимет настроение, все тексты в книге снабжены смешными картинками, но и позволит посмотреть на свои проблемы со стороны, а некоторым – изменить свою жизнь. Но наша самооценка во многом зависит от взаимоотношений с людьми. Когда что-то не ладится с родными и близкими, мы чувствуем себя несчастными, и даже конфликты с людьми, которые нам безразличны, порой выбивают из колеи. Но часто мы не только не знаем, как решить проблему, а наоборот усугубляем ситуацию. Почему так происходит, что нам мешает избегать взаимных претензий и ссор? Помните, распространенное крылатое выражение «казнить нельзя помиловать»? О том, как запятая может изменить смысл фразы. В названии книги «Ругаться нельзя мириться» семейного психолога-психиатра доктора Стэнфордского университета Дэвида Бернса тоже не поставлена запятая. Чтобы правильно выбрать, куда все-таки лучше и правильнее будет поставить знак препинания, потребуются определенные усилия, и вам придется обратить внимание на те черты, которых вовсе не хочется в себе замечать. Путь к пониманию всегда труден, считает автор. Но он уверен, каждый человек может научиться устанавливать хорошие отношения с окружающими и сглаживать как сиюминутные, так и затяжные конфликты. Это книга-инструкция, в ней нет скучных теоретических рассуждений, а есть полезные рекомендации, основанные на реальных примерах. Автор обещает научить, как трансформировать раздражение и обиду в дружелюбие и доверие, если читатель найдет в себе силы и желание работать над собой. Попробуем? Согласитесь, в жизни каждого бывают переломные моменты, когда мы оказываемся на перепутье. Значит, пришло время остановиться, подумать о себе, о своих желаниях, о своем будущем. Но все без исключения хотят быть счастливыми. В попытках изменить жизнь к лучшему мы слушаем лекции, ходим на тренинги и покупаем книги, в которых нам дают советы, как стать счастливым. Но нам нужно счастье не универсальное, а неповторимое, подходящее именно для нас. Для этого каждому нужно понять, что такое счастье конкретно для него. Поэтому профессор психологии и коуч-консультант Марина Мелия предлагает найти свою дорогу в жизни уникальным авторским методом «Хочу», «Могу», «Надо». Именно так называется ее книга, в которой представлены действенные инструменты саморазвития, проверенные десятилетиями практической работы. И по утверждению автора ими можно пользоваться без помощи психолога-консультанта. Ну а научившись понимать язык тела, можно добиться успеха в личной и профессиональной жизни», утверждает психолог Сьюзен Куиллиан, автор книги «Язык тела». Она убеждена, жесты говорят больше, чем слова. Прочитав книгу, вы узнаете, как понимать скрытый смысл слов и что на самом деле говорит тот или иной взгляд, жест или поза. «Язык жестов – это ключ к нашему подсознанию, овладев которым вы сможете лучше понять собеседника, достичь успехов на работе, добиться взаимопонимания в коллективе и личных отношениях», – уверен автор. «Кто я? Как быть? Что делать с мыслями и чувствами?» Уверена, каждый задавал себе эти вопросы. Нет на планете существа загадочнее и уникальнее человека. И все мы очень разные. Как-то Сократа спросили, что легче всего – поучать других, ответил мудрец. А что труднее всего – познать самого себя. Поэтому познавайте себя. Это интересно, хоть и сложно. Спешите к нам в библиотеку за книгами, пока их не расхватали, как горячие пирожки. ПОЧЕМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok